Лев, Лёва, привет! Привет, ребята! Всем доброй ночи! Слышите меня, да? Да! Да. Как-то хочется, может быть, немного содержательности внести в ваш разговор чуть-чуть, если вы не против. Давай! Ну, у тебя, наверное, батарейки еще не сели? Нет, пока нет. Давай! Правда, невозможно уснуть, хотя, действительно, видимо, ждать еще довольно долго. Не знаю, ну вот, я просто пытаюсь, так сказать, какие-то предварительные выводы сделать из-за того, что происходит. И самый странный, и для многих, наверное, печальный, и, наверное, даже для меня в том числе, вывод, что сам факт, так сказать, того, что происходит в Минске, это некоторая победа Путина во всей этой истории длинной, более чем год продолжающейся. Потому что вот с ним, к нему приехали сначала, а теперь все они приехали в Минск, с ним обсуждать, что делать с Украиной. Нет, подожди, подожди, стоп, 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 стоп. На этом придется... С вами, русскими, всегда сложно. Да, да. Многоточие ЛО, Путин, опоздав на час. Больше никто, собственно, не опоздал. Ну да, ну да. В чем победа? Теперь конкретный вопрос, в чем победа? Сейчас объясню, сейчас объясню. Он весь год, весь год, главный его, единственный понятный месседж, потому что все остальное было непонятно, потому что он менял свою позицию по любому вопросу раз в неделю, примерно. Но единственное, что он не менял, это то, что со мной не поговорили, у меня не спросили, я хотел с ними обсудить вообще, да, еще ассоциацию Украины, да, еще год и до этого назад. И со мной разговаривать не стали. Какого черта вообще это нечестно? И вот в итоге, с его точки зрения, он победил, потому что с ним, наконец, ведут разговор. Вот этой страшной ценой, вот этого кошмара на целый год, тысяч жертв и всего прочего, он добился того, что с ним обсуждают будущее Украины. Ну да, и он говорит с Меркель, он говорит с Меркель очень жестко. В Минске. В Минске, да, он говорит с Меркель в Минске. Хорошо, не в Кремле не это делали, а в Минске, а перед этим они приезжали к нему в Кремль и так далее, да, то есть, вне зависимости от того, какой будет этот результат, на какие, может быть, даже невероятные... Нет, до этого был маршрут Берлин, Киев, Москва, но дело в другом, ну, это звучит реально для нас в Украине очень смешно. Ну, это как поговорить с Донбассом. Типа, ну, нет, правда, это... Я, если точка, вредит Донбасса, представляю, нет. Нет, 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 у нас просто это вызывает уже истерический смех, когда говорят... Я понимаю. Вы поговорите с Донбассом, ну, знаешь, это как, прости, что на ты, но знаешь, это как, типа, ну, поговорите же со мной. Да, да, именно так. Как дела, Донбасс? Поговорите со мной. Донбасс, как здоровье? Поговорите со мной. Донбасс, что там вообще? Вы со мной не говорите. Может, мы языка не находим? Говорим на русском языке с Донбассом. И так, и сяк. В уголке каждого украинского телеканала. Единая Крыма, единая страна. Как говорить с Донбассом? У всех такие шифры начинаются нереальные. Как нужно поговорить с Донбассом? В какой позе нужно поговорить с Донбассом? На каком языке нужно поговорить с Донбассом? О чем нужно поговорить с Донбассом? И так далее, и тому подобное. И вот у Путина, ну, мне... Может, я ошибаюсь с Акентом? Нет, я согласен со Львом. Очень правильно ты говоришь. И я думал об этом. И даже когда я сегодня смотрел на флаги... Когда я сегодня смотрел на флаги, если ты заметил российский флаг и рядом немецкий флаг, а потом немецкий флаг защищает французский флаг, а за французским флагом украинский флаг. Ну, а за Россией и Белоруссией, как и положено, да? Но тут есть одно но, Лёва. Он пришел к этому разговору с дикими потерями. Да, несомненно. Он пришел к этому разговору, потеряв вообще, ну, смысл этого разговора сейчас. Конечно. А потому что для него... Потому что... Потому что важнее пацанская логика, что я должен сидеть за этим столом условно, да? Что я такой же крутой, как они, и со мной должны это обсуждать. Не важно, что обсуждать. Не важно, каких усилий, каких потерь пришлось принести ради того, чтобы сесть за этот стол. Это все для него не важно. Абсолютно. Опять у меня аналогии с Донбассом, с Януковичем, который нагибал эту страну и чисто по пацанской логике считал, что нужно поговорить с Донбассом. А если вы не говорите с Донбассом, как он хочет, то нужно нагнуть всю страну два раза. Ребят, ну, тогда... Пацанская логика, да, конечно. Ну, по сути, да. Но, подождите, у Януковича есть криминальное прошлое. Он сидел, его унижали. Тяжелое детство мы отбрасываем, как и у Путина. Но у Виктора Януковича, да, в биографии было написано четко, жирным по белому, то есть черным по белому. Кеменчугская там колония, кража и там насилие какое-то, да. Ну, эти все дела потом успешно ликвидировали. Но логика пацанская чисто. И у Путина... Откуда у Путина такая логика? Это вы об этом преподавали? Все президенты несчастливы по-своему, да. Ну, у него такая пацанская логика в... Одномерке счастлива в своем канцлерстве, я понимаю, да. В мировом масштабе, да. Вот реально, да, у Януковича она была на уровне, так сказать, просто криминального. А он как бы играет в эту же игру, только вот на уровне каких-то сверхдержав и вот этого вот всего. То есть ущемление, то есть это Обама, поговори со мной, да. То есть сейчас Меркель, это Обама, поговори со мной, поскольку хоть пей черная обезьяна по логике какой-то там, да. Надо сделать им встречу в Киеве, Обаме и Путину. Это вообще да. Вот так же встретиться и поговорить в Софии. В Святой Софии поставить два стула и пусть они вдвоем в Святой Софии поговорят. Я хотел бы напомнить, что Столыпин похоронен в Киеве и можно организовать подобную встречу Обамы и Путина, когда Обама придет возлагать цветы на могилу. Это совершенно не выглядит уже какой-то сумасшедшим вариантом, правда? Сейчас уже ничего не выглядит сумасшедшим вариантом, учитывая, что в Москве и в Минске сейчас без пятнадцати шесть утра, да? У меня без пятнадцати шесть. У тебя без пятнадцати шесть и в Минске без пятнадцати шесть. И они еще не закончили, и мы сидим вот на такие темы разговариваем. А скажи вообще, вот ты со своими друзьями, ну вот сегодня ночь не спал. Ну то есть ты читаешь, смотришь, многие интересуются этим. Лев приехал из клуба. Многие этим интересуются или нет? Лев сидел за компьютером. Многие интересуются. Вопрос. Лев, чего не спим? Слежу за лентой новостей. Да мы тоже. Не, ну это у нас нервные шутки. Ты же можешь понимать. Да, да, да. Нет, я на самом деле вообще немножко градус, конечно, спал. Вот нервно было прямо в пятницу, когда они прилетели в первый раз. Прямо вот казалось, вот сейчас вот вообще решится все. А, конечно же, еще ничего не решилось. У нас нервное было после Краматорска совсем, когда прилетело туда то, чего не ожидали. Ну да. Не говоря уже про Мариуполь. Сакен, я отвечаю на твой вопрос. Не могу тебе сказать, вот, чтобы, чтобы, вот, был какой-то ажиотаж. Ну то есть, условно там, где я могу увидеть? У себя в Фейсбуке. Его там особенно, особенно нет. То есть кто-то не спит, кто-то сидит. Вот, но... Не знаю, я не смотрю федеральный канал. Не знаю, может быть, там сейчас по России 24 идет какой-нибудь онлайн. Примерно такой же разговор. Да, 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 да. Хочешь сказать. Да, да, да. Тоже нервничают. Вот, они у них тоже могут сдавать нервы. Они тоже решили поговорить вот так, как мы можем. Но... Вот интересно, и просто еще вы там заговорили про русское телевидение. Для России, точнее, телевидение для России. Да, 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 вот-вот интересно. Это паневропейская идея, на самом деле. Да, да, да. Ну то есть, это что? Это голоса, как бы опять? Это вот, как было в Советском Союзе. То есть, вот ловить на... Ну да, Прага только теперь. Прага это Киев, это Прага теперь. Да. Примерно так. Граница сдвинулась. Немного не так. Я не знаю. Я сэкэна поправлю, конечно. Хоть мы были в Берлине одновременно на... Одновременно или одновременно? Ну, разные есть трактовки. Давайте... Ну, поправь, но я же не... На ихе Москвы говорят одновременно, да? Да. И они, на самом деле, они рассматривают оптимальный вариант, как это сделать максимально эффективным, с минимальными затратами. Вот так вот. Я не очень в эту идею верю, на самом деле. Абсолютно бестолку. Да, в эффективности. Да, да. Потому что имеет место быть совершенно невероятный эффект, заключающийся в том, что люди, ну, скажем так, средний класс, образованный, квалифицированный и, в общем, вполне ведущий активный образ жизни, то есть активно читающий интернет, не только сайт Одноклассники и сайт Первого канала. Но, например, такую модель поведения практикуют. Они читают сайт Радио Свобода, Голос Америки, Тойчевелия и всего прочего. Да, да. Нет, это я просто плохо понимаю, что такое Одноклассники и Первый канал, но... Нет, но имеется в виду те люди, которые читают сайт Свободы и, может быть, смотрят даже громадское, ты хочешь сказать? Такие, как я, как вы, вот, да, абсолютно нормальные, адекватные люди... Лев, вы пользуетесь Одноклассниками? Нет, нет, я говорю о том, что... Аллилуйя! Так тех, кто не пользуется. Да, тем-то, чем-то, которые пользуются интернетом в полной мере и которые действительно следят за событиями, пытаются пользоваться разными источниками и, в том числе, читают Голос Америки, Дойчевелия, Радио Свобода и так далее. И через, там, полчаса разговора выясняется, что они это делают для того, чтобы знать, так сказать, вражескую оценку событий в России. Не альтернативную, а чтобы почитать, как они там про нас врут. И поэтому, вот, я вот с этим вообще уже не понимаю, что можно сделать. А, это как я на ленту РУ захожу, да, вот тоже. Нет, ну вот ты смотришь Киселева, например, иногда? Да. Ночами долгими, то, что называется. И для того, чтобы... Меня надолго не хватает, я могу посмотреть только выдержки для того, ну, чтобы сделать оценку. Но, как бы, целиком я смотреть это не могу. Ну, а тут Лев говорит о тех людях, которые смотрят в большом количестве. То, что, может быть, даже читают на иностранных языках, Лев. Может быть, они даже читают в Вашингтон-Пост. То есть, иностранный язык, они точно знают. Да, это читают в Вашингтон-Пост и говорят, вот это Энн Эпплбаум. Она масон. И она пишет. Нет, даже не масон, а просто, ну, как бы, она вот отражает интересы. Слушайте, ребята, вам не кажется, вы, как бы, очень сильно... Мне может кажется. Вы так как-то упрощаете и делаете... Я тебе говорю конкретные примеры. Не вообще в целом, да, какие-то обстоятельства. Хорошо, пофамильное. Не, а зачем примеры конкретные, если... Не, мы можем даже обобщить, Лев, совершенно спокойно. Лев, смотри, сегодня этот журналист Павел Зарубин, который проорал в никуда свой вопрос Порошенко, работает на канале, который смотрит там подавляющее большинство россиян. Он к люстре обращался. Ну, он обратился к люстре, да. Он, несмотря на это, работает там и их все смотрят, да. Зачем вы люстра бомбите Донбасс? Вы делаете, вы делаете канал, который... Вот он к кому обращен? К тем людям, которые и так читают интернет и все знают? Либо к тем всем, кто смотрит Павла Зарубина и верит ему? Что? Я тебя довезу с собеседника... Да. Ухожу от вас. Это как? На пару минут. Ты уходил в прошлый раз от Венедиктова. Лева подумает, что... Да нет, я думаю, я вернусь, вы еще здесь будете. Ну, хорошо. Сережа Мельничук с тобой остается напополам. Хорошо. И мне кажется, что эта история действительно не совсем нужна. Нет, ну потому что нет смысла, нет смысла, как бы в войне условно двух пропаганд. Одна, которая идет из Останкина, другая идет из Киева. Ну, проигрывает та, которая идет из Киева, потому что она из-за границы. Вот и все. Ну, а внутри можно сажать? Я прошу прощения. Я говорю о том, что с этим бороться можно только изнутри. Вот и все. Вот о чем вы говорите. Я прошу прощения, не могу просто не задать этот вопрос. Сергей Мельничук меня зовут. Я просто присоединился к разговору, если можно, на «ты». Вот ты сказал по поводу пропаганды, которая идет из Киева, но я, честно говоря, ее не вижу. Нет, нет, нет. Я имею в виду этот канал, который может начать работать в Киеве. Какой бы он замечательный ни был и прекрасный, как бы я ни был в целом согласен заранее, может быть, даже с его взглядом на события, но он все равно, так или иначе, будет пропагандистский. Считай, в хорошем смысле слова, если тебе это больше нравится. Но, да, это будет некая направленность на какую-то цель медиа, да, скажем так. Поэтому это бессмысленно. То есть бороться с этим можно только изнутри, как бы тут только сами мы с этим можем справиться. К сожалению, никак иначе. В качестве какого-то обнадеживающего факта могу сказать, что вот на днях вышло исследование телевизионного рынка, которое говорит о том, что рост доверия к телевидению в России остановился. Он вырос практически там, ну, значительно очень, чуть ли не в два раза, там за последние два года, и расти перестал, и сейчас составляет аж 41%. 41% доверяют телевидению? Да, 41% аудитории доверяют информации из телевидения. И информации из интернета доверяют больше. Вот, ну, то есть большая доля. Ну, то есть, да, кто-то читает и интернет. Ну, тут еще надо понимать, какому интернету, да, может, человек доверяет одноклассникам и ВКонтакте, который вырос там просто в геометрической прогрессии 2005 года. Это правда, да. Это тоже имеет значение, но, тем не менее, только мы можем с этим отсюда справиться. Ну, потому что реально, ну, если мы говорим о массовой аудитории, то она действительно доведена уже свершившейся пропагандой до того предела, что она реально не верит на страну. Ты знаешь, вот я еще, кстати... Для них нет факта того, что он иностранный, и сразу означает для них, что ему верить нельзя, какой бы он ни был. Я, кстати, еще в этой связи сегодня думал, вот насколько велик шанс какого-то прорыва, даже если мы примем к сведению, ну, очевидный факт для меня, что Путин добился этого разговора, да, а вот как он может пойти на какие-то уступки, если так обработано население? Ты можешь себе представить? Его, там, через пять часов, выходящего с Порошенко, заплаканного, который обнимает Петра и говорит, Петро, ну, выбачь, будь ласка, ну, сошли с ума. Это невозможно представить себе. Я хочу сказать, дай лавру. Да, но это невозможно себе представить. Ты слышишь, я, ну, как бы интересно, что ты думаешь, Лёва? Думаю, что прекрасно все это будет сделано, потому что есть замечательный новый, так сказать, мем такой, под названием «Путин всех переиграл». Что бы ни происходило, в телевизоре говорит, Путин опять всех переиграл, потому что. И сегодня это потому что черное, а завтра потому что белое. Никаких проблем с этим нет вообще. Ты был с этим согласен тоже, когда я тебе сказал, что если они помирятся, все помирятся, он признает свою вину. Нет, он не признает свою вину. Не-не-не, зачем? А ему не надо признавать ничего. Он скажет, вот теперь ребята так. И Россия это примет как данность. То есть вчера было как? Нет, будет сказано, что великие дипломатические усилия российского президента. Да, да, нет. Что наконец-то заключен мир в соседней братской стране, и украинцы больше не убивают украинцев. И гражданская война окончена, и Россия закончила гражданскую войну. Есть один нюанс, Лев. Есть один нюанс. В Украине большинство населения, я не знаю, там вы говорили пропаганду какую-то, но в Украине большинство населения все-таки знает, что это не украинцы убивают украинцев, это русские убивают украинцев. Но мы сейчас говорим про то, как он вернется. Ну конечно, в России будет подано, что новым кандидатом в президенты на выборах 2017-го будет Дмитрий Медведев. Нет, будет Путин, потому что он заключил мир. Это парадокс. Вот сейчас на ходу фантазирую, но, понимаешь, мы легко услышим новое звание Путин-миротворец. Вот я легко себе это представляю, как с российских... А что с санкциями тогда делать? Что же с санкциями? Ты же ведь, Лев Парховенко вообще, я вам, друзья мои, открою, он замечательный экономический журналист. Слышишь? Я очень его уважаю. Малыш Сакен, я в курсе. Так давай тогда поговорим об этом. А как с этим быть? Как ты думаешь, они сегодня о санкциях там говорят вообще? Это тема? Я думаю, что совершенно точно говорят. Вопрос в том, будет ли объявлено об этом сразу, или они договорятся, что сейчас, допустим, мы прекращаем огонь. Если это полгода условно продерживается, тогда мы отменяем те и те санкции. Но это сейчас обсуждается, что и этот порядок будущей возможной отмены. Ну, опять же, да, вопрос в том, то есть, я так понимаю, что предмет торга, каких санкций будет стоить Крым условно? Да, это важный вопрос, конечно. То есть, за окончание войны мы вам там снимем ограничения по выдаче кредитов там вот этому списку компаний. А, скажем, там, не знаю, персональные санкции останутся, потому что Крым. У меня, ребята, к вам к обоим есть вопрос. Он, возможно, достаточно неожиданный. Поскольку на ток-шоу, на украинских и тем более на российских каналах его не задают, но на самом деле у Путина всегда стоится миллион путей для отхода, поскольку любую даже нелепую версию можно облачить в пиар-сопровождение и даже вернуть Крым без проблем. Сказать, вы знаете, там... Ну... Нет, возможно, я ошибаюсь. Не надо вот это... Нет, ну это... Ну, конечно, действительно, великие комбинаторы и великие... Какие комбинаторы? Нет, комбинаторы пиара, я имею в виду. И совершенно невероятные вещи. Мы же отдаём себе отчёт, что России Крым, кроме как базы в Севастополе, нафиг не нужен. Нет, ну вот мне кажется, кстати, Крым у него... Понимаешь? Давай говорить более реалистично, Сакен и Лев. Давайте говорить более реалистично. России, Россия, со стратегической точки зрения, и то очень сомнительно, в Крыму нужна база в Севастополе, весь Крым нафиг не нужен. Вот реально нафиг не нужен. Согласен, согласен. И поэтому и база в Севастополе это такая сомнительная штука, это скорее фетиш, который оставался со времён Советского Союза, поскольку нафига вопрос. Нет, ну для России Крым это Севастополь. Больше, в общем, не что дальше. Я дальше продолжаю. Опять же, логический ряд. Крым нафиг не нужен, Севастополь как фетиш, поскольку сама база флота там, что она значит? Она ничего не значит, по большому счёту. Сакен, давай вот... Сейчас не важно, сейчас не... Нет, сейчас не важно, сейчас не важно. Меня Рома зовут. Ой, простите, да-да-да. Рома, сейчас не важно... Со временем запомнил. Рома, сейчас не важно, что не нужен ей Крым. Важно то, что есть некоторые вещи, некоторые его позиции, от которых он не может отойти, иначе надо признать, что всё ложь. Вот я уверен, что есть серьёзное... А я тебе говорю о том, что любую ложь можно облечь в правду, и это не составляет особенного труда в России. Ну вот, например, как можно отпустить Савченко? Просто вот без какой-то процедуры. Как её можно отпустить? Проголодалась. Нет, 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 это как раз я могу себе представить. Подождите, что значит отпустить? Я имею в виду прекращение... Как можно отпустить Савченко без процедуры? Сакен, я очень долго слушал, но ты меня извини. Она сама туда не ехал. Нет, ну, слушай, давай сейчас тоже не... Давай мы дадим слово Сергею. Как можно закончить в его логике следствие? Как можно вернуть Крым, за который проголосовали? Это процессы, от которых он сейчас не откажется. Нет, нет, правда, про Крым мне кажется совершенно... Ну, Сакен. Нет, то же самое про Савченко я говорю. Не надо... Подождите, не пытайтесь сейчас перевернуть то, что я говорю. Сакен, не отдать Савченко и не вернуть Крым, это как логика гопника, который отжал мобилу и обратно её отдавать не будет, пока менты не возьмут за задницу. Он не будет отдавать этого. Он не будет. Крым не... Возвращение Крыма сегодня не обсуждается в Минске. Я думаю, что нет. Я думаю, что... Не точно не обсуждается. Нет, но в Минске да нет. Я надеюсь, что обсуждается свобода Савченко в том смысле, чтобы она вышла из-под ареста и находилась в посольстве, в больнице и так далее. Но то, что она завтра приедет в Киев, это тоже не обсуждается. Это их логика. Это их логика. Я не говорю о том, что это так, потому что это так правильно. Я говорю о том, как их логика устроена. Проводили же сообщения по агентствам про то, что вопрос был поднят про Савченко, на что, я уж не помню, кто именно из русской делегации сказал, что обсуждается только пленные и прочие. Так как ни Савченко, ни Сенцов, ни прочие не являются пленными, то про них разговор не идёт. Обсуждается только все, кто на территории Украины. Подождите, кем они тогда являются? Мы говорим о том, что там обсуждаются сейчас, а не то, кем они являются. Надежда Савченко является украинским диссидентом и героем, который голодает в Москве. Манифест у меня есть. Но мы говорим о том, что они говорят в Минске, как о неприятной. Понимаешь? Лев Исакен, у меня к вам есть манифест, свойственный для москвичей экспрессия. Не приветствуется в эфире грамматику. Поэтому, пожалуйста, дайте слово сказать Сергею Мельничуку. Мне абсолютно комфортно. Правда, я попал в бурную юность. Мне вот с москвичами, я всегда обожаю с ними общаться. Ты что, всё время там молчал? Кто кого перекричит? Мы не перекричим. Вы не передаете сказать все слова. У вас какая-то своя версия московская. Вы даже контроверсии не допускаете. 6-0-1 в Минске. 6-0-1 в Минске. Доброй ранецы, Беларусь. 6-1 в Москве. Ну, послушайте. Во-первых, глубоко иначе. Во-вторых, нервно. В-третьих, я не контрверсию, а просто взгляд отсюда на это представление. Я не говорю о том, что он вернее или более право. Лев, мы абсолютно не нервные. Мы сидим ржом. Очень часто и очень много. Поэтому нервности нет. Просто дайте сказать человеку. Вот Сергей Мельничук вступает в разговор. Дайте ему сказать. А вы с Акэном, друг друга даже перебивая, не даете сказать человеку. Меня вот это начинает. Я вам просто короткий дисклеймер там, чтобы не было никаких внимания. Я не пытаюсь вам свою точку зрения донести. Я вам пытаюсь объяснить, как на мой взгляд, какова точка зрения, так сказать, у российской делегации. Они не считают Савченко пленной, они считают ее задержанной, поэтому они не хотят это обсуждать. Они не будут обсуждать совершенно точно Крым. И это такая вот их гопническая позиция. Но я не говорю сейчас, не хочу оценивать, право они быть в такой позиции или нет. Я вам передаю, так сказать, мне кажется. Настроение. Понимаешь, я бы даже согласился, Савченко задержана с сине-желтым и красно-черным флагом на Красной площади в Москве. С такой формулировкой я бы даже согласился, что она тогда задержана. Нет, но если надо будет, они легко устроят экстрадицию по какой-то причине, что она должна, значит, они передадут дело, ее вернут вместе с этим делом. Или обменяют на каких-нибудь людей. Нет, обменяют, в том смысле, что юридически это будет сделано элементарно совершенно. Конечно, не имеет никакого значения, формально она пленная или формально она задержанная. Я не понимаю, откуда пленные в России, что это вообще за... Обменяют на стул, о котором ударился Иван Охлобыч. Ну, например. Ну, в общем, у меня просто и другое дело, что, к сожалению, я боюсь, что этот пункт довольно далеко в списке. Да нет, мы сейчас говорим на самом деле, и я бы в такие дебри не лез. Вот в Минск, Минская встреча, понятное дело, что это речь идет о прекращении войны на Востоке. Ну, так вот вопрос... То есть, Крым это реально, ну, номер где-то пункт 2 или даже 3 в повестке дня на будущее, но никак не этой ночи. Вот реально. Мы же это понимаем, да? Совершенно, но вопрос в том, что именно они обсуждают сейчас только вот перемирие, вот как бы сейчас прекратили стрелять, ну, хотя бы на 3 месяца там разберемся, и это у них занимает столько времени и усилий. Или, на самом деле, тот вот этот невероятный марафон, который они там производят до утра, я уж не знаю, что они там, так сказать, потребляют для такой усиленной работы. Для такой бодрости, я бы сказал. Ну, они вообще не молодые люди, в общем, как-то тяжело это, наверное, но, может быть, они реально сейчас обсуждают, не знаю, миропорядок на 50 лет вперед. Может быть, мы же все конструируем, никто ничего не знает. Нет, у них просто есть телефон братьев Добкиных для того, чтобы обсудить свое состояние, дабы не упасть лицом в оливье. Там фрау-бундес-канцлер, зачем? Потому что это такой, на самом деле, если второй вариант, это возможность того, что это будет действительно какое-то крепкое соглашение, а не то, что через 3 месяца все начнется по новой. У меня лично есть сомнения, что будет крепкое соглашение вообще о чем-то, поскольку предмета для переговоров как такового нет, как по мне, ну, не знаю. Но, в любом случае, то, что они говорят столько часов, это, в общем, неплохо, потому что, мне кажется, если бы все было совсем глухо, вот совсем, это бы закончилось достаточно быстро. Ну, конечно, конечно. Вот их долгий разговор, он в каком-то смысле обнадеживает, именно поэтому мы так живо представляем себе то, о чем они там говорят, да? Крым, санкции, Надя Савченко. Нет, но у нас есть только какая-то конспирология. Нет, ну что значит конспирология? Все равно же набор фактов тот же самый, да? Мы живем одними и теми фактами. Ну, мне кажется, просто длительность переговоров объясняется жесткостью позиций сторон, вот и все. Мы понимаем, что ни Путин, ни Порошенко не будут давать по пятну. Порошенко не может дать по пятну, потому что, если он, не дай бог, хотя бы пять отдаст, его разорвут на тряпки. А Путин не будет давать по пятну, ну, просто потому что это не по-пацански. Ну, Меркель тоже не будет давать никаких. Потому что тоже не по-пацански. А маме Меркель в этой истории, она не самая заинтересованная сторона. Меркель самая сильная сторона в этой истории. Да, она, возможно, самая сильная, но не самая заинтересованная. Да, ей вот это, вот есть определенный дискомфорт в Европейском Союзе. По нашему, Сереже, общему удивлению, Меркель это самая заинтересованная сегодняшняя сторона, поскольку немцы, они очень прагматичны, они беспокоятся не о мире в Украине, они беспокоятся о росте своей экономики, они беспокоятся о стабильности, которая обеспечивает рост экономики. И, простите, но здесь срабатывает как раз самая сильная сторона немцев, это эгоизм и сухой расчет. Если бы для немцев это ничего не значило, то они с легкостью бы отдали, сказали, на Володя лопай Украину. Они прекрасно понимают, это угроза их стабильности, больше ничего. И здесь, как бы, если мы говорили о профите Александра Лукашенко временном двумя лопатами, то у Меркель это экскаватор, который тупо гребет то, что нужно. Это надо тоже отдавать отчет. А про Лукашенко я бы поправил, там не двумя лопатами, а мотоблок. Нет, но Лукашенко это... Нет, но реально Германия это очень прагматичная страна, крайне прагматичная. Не сам, не сам. Нет, ну у Меркель там еще вообще свои какие-то личные истории про то, вообще про ее некую параллель историческую уже там с Гелимутом Колем. Слава богу, что не о свиданиях Володи в подстаме, понимаешь? Нет, ну то есть она мыслит уже вот в таком масштабе все-таки. Ну хотя она помнит прекрасно, что такое ГДР и, конечно, ей вести... Штази. Штази. И что такое ей вести сейчас этот разговор с Путиным, да? Плюс некоторые в том смысле, что она хорошо его понимает. Она его прекрасно понимает, они почти ровесники, одно время... Подождите, Меркель прекрасно общалась с Лукашенко, я так понимаю, по-русски, поскольку она учила русский язык, она из Восточной Германии. Для нее это не составляет проблемы в этом плане. Но я еще раз возвращаю, Германия крайне, как это, это лакмус Европейского Союза. Ну так нет, это же хорошо. Это никакая там не сентимент, это просто четкий расчет. Поскольку если Германия сдает Украину, нужно понимать, то это значит, что война приходит на границы, опять же, Германии. То есть, следующий после Украины будет Польша, будет Прибалтика, нужно понимать. Да, это будет, может быть, не так, не столь скорый процесс, как с Украиной, поскольку это бывшая Советская Республика, это бывший Варшавский договор, а Прибалтика отдельная история. Но рано или поздно, надо понимать. То есть, опять же, мы возвращаемся к этой же архитектуре, которая была в 1939-1945 году. И здесь, ну, только эгоизм и меркантильный расчет. А почему Америки нет? Лёва, как ты думаешь, а где Америка? Почему Америка? Америка за океаном, с океаном. Нет, нет, конечно, нет, послушай, это чей классический добрый, злой полицейский, да, добрый полицейский в лице Европы приезжает, значит, да, разговаривает, а тем временем там из-за забора, из-за океана злой полицейский кричит, я тебе еще устрою. Я тебе вот больше всего... Побежали журналисты, побежали, смотрите, побежали журналисты куда-то. Они все время там бегают. Да нет, так быстро никогда не бегали. Бегали-бегали, это Чикен Ран. Это чай принесли? Чай, мульбутербург. Нет, они правда пошли, они выставляются, смотрите. Они уже в третий раз выставляются. Ты смотрел мультик Чикен Ран? Нет, не смотрел. Может, Лавров опять пошел покурить? Лавров не ходил курить. Я проверил лично. А там, ну, и Лавров выходил покурить, потом выходил Меркель и Пути. Нет, ну они правда возбудились, как-то взбодрились наши коллеги в Минске. Возбудились на Лаврова, ты хочешь сказать? Посмотрим, кто выйдет, мы же не видим. Пока никто не выходит, они возбудились зря. Бывает и такое. Нет, нет, нет. А ты видишь, Лев, ты видишь? Я смотрю, я смотрю. Конечно, он смотрит трансляцию. Он же журналист, он же не обыватель, который нам позвонил задать вопрос. Нет, кто это? Кто идет? Мужчина перешагивает турникет, понимаешь? Секунду, тебе нужно работать комментатором типа Минской встречи. А теперь мы видим человека, ходящего в джинсах на дальнем плане. Я же на радио работаю, я привык, я же забыл, что это телевидение, можно просто молчать и смотреть на картинку перемещающегося журналиста. Ты глубоко ошибаешь, что на телевидении нужно и говорить, и показывать, и писать. А вот на радио можно просто говорить и писать, понимаешь? Ну, Леву это более знакомо, он все-таки на дожде работает. Вот флаги показали. Вау, саксофон. Нет, ну, может быть, это готовят просто... А ты говорил, переставили флаги. Где он? Белорусский, Российский, нигде ничего не перестали. В флаге уже обратно в эфире, и картинка на нас, и вы смотрите вдвоем, как два капитана вдаль. Да, мы просто надеемся на то, что наконец, вот что-то там начнет происходить. А когда начались переговоры? Во сколько? Около в 8 вечера. Поздно начались, потому что... А в 19-20, по-моему, начались. Слушай, Лев, а может там известно, почему Путин опоздал на час? Ой, ну, я видел только про то, что он опоздал, причин вообще как бы не сообщается, и вообще это никогда не сообщается. Но он решил, так сказать, не изменять свои привычки, и даже в этот невероятно вообще ответственный и самый важный для планеты мир показать, так сказать, всем свой маленький, что-то, какой-то, не знаю, маленькую фигу. А вот я всегда опоздаю на час. Я не знаю. Ну и потом он... У вас опять какое-то возвышение, знаешь, опоздание Путина, возвышение. У нас когда Ющенко опоздал на час, о нем говорили, типа, ну опять этот... Президент опоздал. Опять, плохое слово, опоздал, потому как он не пунктуален, он не уважает людей, и, собственно, не уважает себя. А у вас Путин опоздал, он хотел показать. А вдруг у него диарея случилась? Ну, простите, ребята, ну просто реально вы... Никакая не диарея, он живет просто по такому графику. У него не бывает диареи? Я не знаю. Он считает, что это прикольно. Он живет по такому графику, он считает, что прикольно опаздывает, он за этим не следит, он небрежно относится к чужому времени, и он из такого типа людей. Но для меня вчера я думал, вот еще было бы хорошо, если бы они начали эту встречу в 8 утра. И Путин бы на нее прилетел вовремя. Вот это было бы интересно. А это тоже в некотором смысле... Они живут по его графику, он живет ночью, да? Этот человек сова, и вот он прилетел, и они сидят... Ну, Порошенко в этом случае легко, поскольку он живет ночью тоже. Порошенко тоже сова и пьет кефир. В честь чего я тоже сегодня пил всю ночь кефир. А вот Меркель, наверное, у него очень, наверное, режим-то такой... Не соглашусь, поскольку, не знаю, вы были в Берлине или не были, или не были. Не были. Не были. Но мы были все в Берлине. Такие ночные уроки русского Ацакена Аймурзаева. Я пойду, выпью кефира в честь Петра Алексеевича. Сейчас уже все закончится. Сейчас мы сделаем... В Минске сейчас скоро все закончится. Я чувствую это. Или надеюсь на это. Я очень хочу... Нет, я просто очень хочу, чтобы... Я очень хочу, чтобы все, наконец, было вот сейчас понятно. Так вот, пока Сакен пойдет проверять, все ли закончилось, хотел бы сказать просто, если бы вы были в Берлине, то там... Ну, просто я, когда живу в Берлине, то я живу недалеко от канцлерам и резиденции президента. То очень часто ночью окна, в которых работает канцлер Федеративной Республики Германия, они освещены, то есть она работает. И это порой затягивается до трех ночи. Порой. Не до шести утра, конечно, по московскому времени. Ну, сейчас как раз в Берлине 4.14, допустим. Ничего страшного для Меркель в этом нет, поэтому... Ну, это к лучшему. Это к лучшему. И еще раз говорю о том, что... Ну, это надо просто знать некоторые вещи, поскольку в Берлине, ну, вот канцлерампт, то здание, которое называют стиральная машинка, оно оборудовано не только для работы канцлера, но и для проживания там же. Ну, по примеру, видимо, Белого дома в Америке, где там Обама живет в Белом доме и работает. Ну, резиденция. Да, целая резиденция. То есть она не всегда уходит домой. Она иногда там живет и работает. Ну, и порой до глубокой ночи там окна светятся. В эти дни, когда наблюдал за перемещениями, фрау Меркель думал о ее... Как красиво. Фрау Меркель. Думал о ее графике. Я вспомнил, был такой текст, ее текст, когда она еще была начинающим канцлером 10 лет назад, и она сказала, как она... Прости, я так и представляю себе Меркель, которая подходит к полке, достает томик, и там написано пособие для начинающих... Для начинающих канцлеров. Ты знаешь, в Германии это есть, наверное, поэтому... Первый дипломатический протокол. Книжка Конрада Аденауэра. Но у нее, на самом деле, у нее другие правила, ну, как бы другие правила. Она очень хорошо объяснила, как сохранять вот это вот ее... Она же выйдет сейчас абсолютно бодрая. Хотя очень уставшая, но она будет... Да, кстати, тут пишут, что... Аня Цуканова, журналистка, коллега наша, пишет, что все зевают, но продолжают спорить. Продолжают спорить. Вот хорошо. И она говорит, что для того, чтобы быть... Хоть мы не издеваем, это хорошо. Но вот давайте воспользуемся рецептами фрау-канцлера. Она говорит, что надо одеваться чуть-чуть холоднее, чем тебе было бы... Ну, чуть-чуть меньше тепло... Как сказать, я все время... Сейчас уже тяжело сказать. Не так тепло, как тебе хочется. Чуть-чуть легче, чем тебе нужно. Нужно чуть-чуть меньше есть и чуть-чуть меньше спать. И вот она по этим правилам очень много лет... Это все не касается Владимира Путина? Ну, это касается фрау Меркель, поэтому я... Она его берет измором. Вот начали фотографировать. Там что-то фотографируют усиленно. А это тот коридор... Фотографируют присевшего журналиста, вдруг он делает что-то из ряда вон выходящее. Это тот коридор, который ведет в комнату, где они сидят, да? Что значит сидят? Ну, лежат, стоят. Они там ведут переговоры, они сидят. Ну, они же сидят... Мне на самом деле очень интересно, там, судя по... Ну, Лента, ТАСС и прочее наше агентство сообщают, что они периодически... То они совещаются все вместе с советниками, со всеми, значит, министрами и прочим, то раз вышли в комнату вчетвером, что-то там час-два поговорили, вернулись обратно, продолжили. Потом опять вышли, опять там что-то обсудили. То есть у них там без конца... Я просто пытаюсь себе представить эту сцену. Они чем-то о чем-то говорят, потом так... Так, нет, стоп, здесь-то надо выйти. Потому что дальше, даже их министрам уже не положено это услышать, о чем они договариваются. Есть существенный вопрос, реально существенный, в том, что мы обсуждаем. А есть ли у России варианты компромисса? Поскольку это, понятное дело, договоренности, это всегда поиск компромисса, который устраивает и вторую, и третью, и четыре стороны. Есть ли у России вообще какие-то варианты компромисса? Поскольку то, что я считал, компромисса просто нет. То есть это может превратиться просто в, знаешь, есть велогонка, а есть жиросжигание на велотренажерах. Вот мне больше похоже это на... На жиросжигание. На жиросжигание на велотренажерах. Я же опять говорю, что вот время этих переговоров, ты прав, вот говорил, Сереж, что есть как бы жесткость позиций, и они пытаются смягчить их друг с другом. Не знаю, мне кажется, наоборот. То есть жестче они становятся, да? Передавить? Передавить, конечно же. Но пока это прямой контакт политиков, но пусть это делают. Единственное, что хотелось бы... А вот, кстати, вот в последние часы есть новости какие-то с Востока? Вот вы именно... Пока спокойно. Там бои под Дебальцево. Под Дебальцево продолжается. Естественно, да. Луганск стреляет. Да. И, естественно, наверное, там на Мариупольском направлении какие-то проблемы. Реально карта, которую публикует Совет национальной безопасности и обороны, там по всему фронту идут столкновения. То есть там вот эти вот вспышки, которые были, знаешь, в свое время точечные, то теперь они практически... Вот вся линия, она окрашена такими вспышками. Помнишь, вот в эту ночь была какая-то информация, помните о том, что идет спор о границе, о том, кто будет что контролировать? О линии соприкосновения. Дело в том, что президент сегодня, участвуя в совме... Ой, господи, в расширенном заседании Кабинета министров, он сказал, что сейчас вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны занимаются тем, что выравнивают линию по линии разграничения минских договоренностей с сентябрьских прошлогодних. Это, кстати, важный момент, да. Выбивание карты из рук переговорщиков, поскольку вот эти вот представители ЛНР, так называемых ЛНР, они настаивают на том, что все, что в сентябре, это недействительно. А эти сейчас пытаются обратно все... Девушки пошли, посмотрите, как идут с троем пошли. Вау, пошли белорусские девушки. Это, наверное, конкурс красоты. С троем пошли девушки. Это Путин вышел? Нет, это не Путин. Интересно. Это Герхард Шрёдов. Кстати, знаете, вот Лёва, а ты замечал сегодня, да, вот эти невероятные детали, когда там Алант прилетел, поднялся по трапу в самолет Меркель и с ней вместе спустился в Минске. Да они вообще как муж и жена прилетели, ты понимаешь? Это замечательные детали. Он ждал её в самолёте, пока она приземлится. И потом... Это просто что-то невероятное. Я уверен, ну, то есть не уверен, конечно, но я просто надеюсь, и очень хочется, как Лавров, пойти покурить просто, что вот эта вся красота и детали, и наша какая-то заинтересованность в этом, ну, образумят, наконец. А Лев такой неутомимый, да? Он вообще тоже... Мы оба неутомимы, мы ученики. Правда, он никогда... Я не видел, чтобы в эфире телеканала «Дождь» был усатый и бородатый, вот как сейчас. Ну, у меня, так сказать, промежуток между эфирами как-то. Я вот позволяю себе немного... У вас такие большие перерывы между эфирами, вы пытаетесь... Или вы застаете за сутки, я не знаю. Целых дня три, да. Нет, я в нас или хотела бы отвернуться к вопросу по поводу компромисса, если это не был сейчас такий намёк на то, чтобы сменить собеседника по поводу... Нет, абсолютно. Нет, я просто хочу пойти покурить, я и вернусь. Я просто пойду, как Лавров. Выйду и вернусь. Нет, уж посиди минуту. Нет, я как Лавров. Лавров уходит. Потому что я тоже хочу покурить, но, видишь, как ты что-то не отходил. Лев, вы можете себе позволить курить, не отходя от места, а в нас в студии не курят. Ага, а там как у вас по закону-то в эфире? Можно я вот... Вы по закону в эфире телеканалов, конечно же, нельзя. Но мы не телеканал, мы интернет-телевидение. Телеканалы сейчас украинские показывают... Украинские телеканалы показывают жёсткое порно, поэтому... Вы можете себе позволить мягко покурить. Прямо в кадре. А я тогда всё-таки покурю и вернусь. Ты можешь посидеть минуту, я сейчас приду, и ты пойдёшь курить. Хорошо. Ну, что это за самоуправство чистой воды? Тем более, это неуважение к эфиру. Извините, пожалуйста. У меня Серёжа сидит. Я прошу зрителей тоже извинить, но действительно... Да, кривишься, да, Серёжа? Но по поводу компромиссов, на какие Россия может пойти компромиссы, мне кажется, что самый максимально возможно позитивный, с точки зрения Украины, вариант, это прекращение войны на Востоке в обмен на какое-то соглашение, ну, принятие Крыма и Украины, и Европы, и так далее. Вот, что мы там всё-таки заканчиваем, вы соглашаетесь с Крымом, отменяете основные санкции, оставляете санкции против депутата Дегтярёва, мы так уж и быть им пожертвуем. И вот, так сказать, это то, что касается Украины. Вопрос в том, что ещё они там сверх того обсуждают. А мне кажется, они обсуждают очень много. И про неблоковый статус, и про, не знаю, расположение, поиск НАТО, максимально близкого расстояния... Насколько близкое максимальное может быть расстояние от российской границы? Чёрт знает что. То есть, ну, у меня правда, может быть, это лишний пафос, но есть ощущение, что там реально обсуждаются какие-то вещи во много-много раз шире Украины, каким бы широким ни был сейчас вопрос Украины. Но даже шире этого. Ну, по крайней мере, если они там не рисуют карту Европы, то, по крайней мере, их... Ну, очень преувеличенно, как бы и условно, но они вот рисуют карту Европы. Ну, с другой стороны, они уточняют границы, как я в разговорах часто мы говорили, когда ещё всё только начиналось, что это, по сути дела, некое уточнение границ, и вот он их сейчас пытается уточнить. Но не знаю, не знаю. Что-то долго. У вас какой-то делок Молотова-Риббентропа, честно говоря. Кто же из нас Риббентроп? Я так вас послушал на Риббентропа, кто больше похож, но не вы, господин Молотов. Я нет. Мы, слава богу, со Львом не похожи ни на Молотова, ни на Риббентропа. Не, ну вы, правда, о каких-то странных вещах говорите, типа вот они уточняют границы Европы, как поделить... А что они делают? Если они говорят о зоне соприкосновения... Линия разграничения. Линия разграничения и зона соприкосновения. Вот так мы теперь говорим о границах. И еще имплементация какая-то там у них была. Ой, да, слушай, да, у нас какая-то целая тема пошла. Так, подожди, тут надо сейчас формулировку вспомнить. Сережа, я не задумал. Инклюзивный диалог. Инклюзивный диалог, да. Инклюзивный диалог – это диалог Киева, грубо говоря, легитимно избранной власти. Да мы прекрасно понимаем, что такое линия разграничения. И инклюзивный диалог. Я объясняю зрителям, что это инклюзивный диалог и понимание... Нет, ну слушай, те зрители, которые сейчас смотрят громадское, они уже давно поняли, что такое инклюзивный диалог. И давно поняли жизнь, да. У нас нет случайных зрителей. Вот в чем дело. Да, и случайных ведущих как-то не попадалось. Почему нас в Минске никто с нами не хочет поговорить? Мы бы так соорудили на троих. Лев из Москвы, кто-нибудь из Минска, а мы и сослужили. Скажи, секунду, мог бы ли ты себе позволить вот так сидеть в эфире телеканала «Дождь», допустим? Ну, нет, конечно. Нет, конечно. А скажи, 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 подожди. Как-то официально, в смысле, мы подчиняемся российским законам, к сожалению. И руки вот так нельзя складывать по-российски. По российским законам это... Это как, это капитуляция? Это призыв к действию просто. Капитуляция. У полиции начинает просто мышечная память срабатывать. Не, ну просто мы сидим долго, интересно, они ходят. Ну, когда-нибудь кто-нибудь... Вообще, самые счастливые в этой истории... Лёв, надо было становиться переводчиками, а не журналистами. И сидеть там с ними сейчас. Перевод нам нужен только для Путина. Я думаю, нужен Оланду перевод, на самом деле. Оланд не знает ни русского, ни немецкого. Но немецкий... Я про английский. Они не говорят по-английски. Анжела Меркель говорит... Нет, они все вместе... Путин... Я думаю, кстати, я думаю, что Путин говорит Порошенко по-русски. Это переводят Меркель. Меркель говорит с Путиным по-немецки. С Порошенко по-английски. Вместе с Порошенко и Оландом они говорят по-английски. Это вообще... Тогда я понимаю, почему они там сидят 10 часов. Я вообще-то... Нет, да, это... Но там не хватает только Назарбаев. А Лукашенко переводят со всех языков. Потому что он знает только русский и белорусский. Поэтому... И то ему переводят на белорусский. На белорусский переводят. А потом на русский. Нет, ему переводят на русский. Нет, это... Это кто же... Почему они то ходят все, то стоят все рядом, то... Сакэн, у тебя вопросы такие, знаешь... Слушай, ну ты... У меня такое впечатление, что ты наблюдаешь за жуками в саду, и типа... Почему жук пополз к муравейнику? Мне все это напоминает, когда я был на площади Святого Петра и ждали выборов Папы. И вот так чайка села на трубу. И все думают, вот сейчас пойдет дым, не пойдет дым, а какой дым и так далее. Вот ожидание... Ну, если тебе такой символизм интересен, то ты помнишь, да? Про молитвы в Украине, там, Дулу-Лубей выпустили. Да. Чайка и Ворон, они потрепали им нервы. Ну вот, относись к этому, вот, нервотрепка вот эта вот вся. А что пишут наши слушатели, вообще, читатели, зрители? Они нас смотрят, нас вообще смотрят? Почитай, почитай, конечно. Есть какой-нибудь громадский твиттер? Пока расскажу вам, что пишет российское агентство, это очень смешно. У меня просто ленты все, и Тартас, Интерфакс, Реод Новости. Так как рассказывать нечего, но надо что-то, они просто тупо отмеряют каждый час. И ровно каждый час все хоромы, все четыре агентства выходят с текстом «Переговоры продолжаются 8 часов», «Переговоры продолжаются 9 часов», «Переговоры продолжаются 10 часов». Я думаю, это просто, они даже какую-то сфтьюмами писали, чтобы она это писала каждый час. Типа, сейчас поставим на 8 часов, пойдем поспим. Это только придурки на громадском сидят. Нет, ну видишь, мы же тоже отсчитываем, мы же тоже отсчитываем. Сейчас получается 10 часов, да? 10 часов. Они говорят 10 часов. Невероятно. Слушай, Фидель Кастер 16 уже не может, я думаю. А когда-то ведь мог. Когда-то мог, когда-то и Уго Чавис по 5 часов со слушателями общался. Нет, на самом деле... Я бы хотел заметить покойный. Покойный, царство небесное. Да, все-таки. А есть там, интересно, американские журналисты, вообще вот CNN, я сегодня... А что канал CNN? Он вообще заинтересован как-то происходящий? Хорошо, что ты не спрашиваешь, существует ли канал CNN? Нет, он, слава богу, существует. Ну, компьютер, только у Сережи. Сережа может сейчас зайти на CNN пол и посмотреть. Сейчас мы посмотрим. Нет, вот Сережа читает наш Твиттер. Наш Твиттер. Вот ты знаешь, что читает Сережа, если ты не смотришь его монитор. Ну, я думаю, что он... Я же читаю Твиттер. Твиттер стал лентой новостей просто. Это тоже правда. США о минских переговорах. Минская встреча покажет, куда двигаться дальше. Ребят, вы либо задавайте... Ой, давайте чатик создадим в Вайбере. Чатик в Вайбере. Не, ну раз все уже за телефоны взялись. Нет, ну надо посмотреть, что пишет канал CNN, что дает канал CNN. 8% заряда на телефон. Канал CNN дает и СИС. Ворлд, например. Он перевел на... Он перевел на... Нет, ребят, если вы хотите нормально разговаривать, не просто так висеть, типа как... Вот, нет, отдавай на плазму. Вот, дайте какой-то дискурс для беседы, поскольку... Либо тогда давайте прекращать этот... Дискурс, дискурс, хорошо. Давайте... Не, ну реально... Ну, куча вопросов остается. А мы, знаешь, превращаем это в какое-то общение дружеское по скайпу. Лев, как дела там в Москве, да? Да, красные звезды говорят над Кремлем пока что. Мы много чего обсудили. Не, реально там много. Закидываю вопрос вам. Закидываю вам вопрос. Вы реально с токеном, вы падаете опять же... Ну, я заметил за русскими журналистами такой дискурс. Вы впадаете в какую-то вот... Как в нирвану, в какую-то... Как будто это данность, которой нужно следовать. Но обстоятельства, они бывают другими на самом деле. И вот... Что ты имеешь в виду под данностью? В какую данность? Ну вот Путин так решил, так будет. Это очень часто... Не, 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 не... Да, да, да. Ты неправильно понимаешь. Я не... Да, я тупой, я неправильно понимаю. Да нет, нет. Не правильно понимаешь, что я имею в виду, когда... Вот то, что я вам сейчас говорил, я пытаюсь... Нет, я прекрасно все понял. Я говорю, зачастую впадают в дискурс. Ну, может быть, да, окей, да, согласен. Вот я говорю, вопрос. У меня вот возникла очередная, окей, может быть, даже космологическая версия. Вот эти 40 миллиардов, которые МВФ внезапно предложил. Украине, МВФ и Мировой банк, да. И Семьер, да. Первая ситуация, которая у меня возникла... Просто мне интересно, что вы про это думаете. Что это деньги на чеченский вариант. Что они... Найн. Как говорила бы Ангела Меркель, найн. Найн? Да, найн, конечно же. Дело в том, что в Украине гривна безудержно падает. И по одной простой причине... Это да, я в курсе, да. У нас тут в студии были дискуссии, почему это происходит. Но объяснение очень просто. Есть дефицит доллара и евро на рынке. Ну, понятно, у нас то же самое. А гривны напечатали очень много. Это понятно. И плюс ко всему, против Украины не вводили санкции. Но поскольку промышленность была заточена на экспорта. Это касается, в первую очередь, областей, которые оккупированы Россией на сегодняшний день. Ну, то есть, это... Я объясняю Льву... Да, ты объясняешь Льву экономический... Но, на самом деле, я сегодня встречался... Это все равно, что Лев сейчас мне начнет онлайн уроки украинского там производить. Нет, я просто... Я к тому, что они... Да, ну, ситуация тяжелая в украинской экономике уже давно. Но, тем не менее, до этого момента они прилагали 7. А теперь им прилагают сразу 40. Это очень круто. По одной простой причине, для того, чтобы это все не утонуло. Ты знаешь, это называется более изысканно. Лева, это изысканно... Это не чеченский вариант. Это не чеченский вариант, потому что чеченский вариант – это абсолютно модель поведения российской власти, которая убила и завалила это деньгами. А российская власть убила солдат в Донбассе. И потом, как есть такие свидетельства, да, заплатила большие деньги их семьям для того, чтобы, значит, эта трагедия не была публичной. Российская власть убила, хотя это очень сложная, такая очень сложная экзистенциальная история. Этот солдат в Армении, который убил семью, он был болен. Но, тем не менее, российская власть убила... Кто был болен? Ну, этот солдат был болен, который зарезал армянскую семью. Он психически болен. А как он вообще в армянке попался? Подожди, ну, подожди, можно я логику? Ну, я об этом речь. Закончу логику. И российская власть убила, да, российский солдат убил людей, и Россия отвалила бабло, да, отправила самолеты, сделала красивые жесты и так далее, и так далее. Ну и лексика, конечно. Это ровно такое же поведение, как если вот у тебя собака, да, которая зашла к соседу, там, нагадила, а ты тихо, по-хозяйски, по-соседски приходишь и кладешь 500 гривен на стол или 1000 рублей на стол и молча уходишь. Так действует Россия, российская власть, если быть точным. Именно поэтому Путин предложил чеченский вариант в отношении Донбасса. Потому что они живут в парадигме, бабло побеждает все. Бабло побеждает все, и в том числе добро, зло, милосердие и так далее. Значит, как называется то, что происходит? 40 миллиардов, по моей версии, я сегодня вечером для радиовести, не к утру будет помянуто при романе Скрипине, делал интервью с замом министра финансов, который ведет переговоры с МВФ. И он очень так аккуратно обходил вопросы, кто будет платить за Донбасс, потому что, в общем, это пункт в тех документах, которые были обнародованы вечером вчера. 11 пункт. Социальное восстановление Донбасса. И при этом он говорил, что мы говорим... Там опять коровы поменялся. Он называл это инвестициями. То есть, понимаешь, это не просто дать денег Пушилину и Закарченко 500 тысяч миллиардов, чтобы они там, не знаю, завалили все стадионами и платили, созывая людей на митинги против Шарли Эбдо. А это вопрос инвестиций. В каком виде? В том числе рассматривается вопрос, условно говоря, есть такая идея, я не знаю, будет ли это, внутренних облигаций. Когда, например, вот я живу в Киеве, и я там вкладываю деньги в что-то в Донбассе. Восстанавливаю его, вкладываю в это. Понимаешь? Это несколько другая история. Но что ты думаешь на эту тему? Это не стоит 40 миллиардов. Может быть, это не стоит 40, но как ты думаешь, вот это... Это же не совсем чеченский вариант, согласись. Нет, подожди. Конечно, опять караул меняется. Смотри, смотри, сейчас, Лев. Караул меняется, да. Там все время туда-сюда. Новости из Минска. Это агентство ТАСС сейчас выдаст, а нам Лева прочитает из Москвы. Сменился караул. Это помощь братского народа, бывшего агентством России. Там можно не только сообщать, что шел там девятый час переговоров, а караул поменялся очередной раз. Девятый раз. И это происходит не ровно в астрономическом времени. В 35 минут, да. Кстати, у нас здесь заснул Володя. Он точно так же, как журналист. Он прямо спит? Да, он просто спит на рабочем месте. Какой скучный разговор мы ведем. Человек заснул в 5.36. Сакен, он работает с самого утра, с 9 утра. И он работает у нас рекордное количество времени с минимальным количеством выходных. Он практически киборг. грамматическую. Поэтому теперь возвращаемся к 40 миллиардам. И к чеченскому варианту. Я стесняюсь, конечно, вас перебивать. Ладно, я тут тоже с 9 утра сижу, не обессудьте. А я спал сегодня 3 часа и ничего. Хотя я не знаю, чем бодриться. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что вы были с нами. До свидания. Собственно, на этом мы заканчиваем выночные бдения по минским бдениям. Минские бдения. Так что вы думаете? Вы либо дали, либо нет. Минские бдения. Давай, возвращаемся к 40 миллиардам. Да, именно к ним мы и возвращаемся. Я не понимаю, в чем связь между 40 миллиардами от МВФ. И то, о чем ты говоришь, это, я так понял, некий, то, что называется, народный займ целевой. Нет, я тоже, кстати, Лев, не понимаю, о чем говорится Кэн. Поскольку 40 миллиардов... Воспринимайте Украину в этом случае как Грецию. Да, она бедная, она несчастная, она ограбленная. Да, 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 это все понятно. Она ограблена не только Януковичем и бандой, и предыдущими там руководителями. Она еще, мало того, разоренная Россией. Вот она... Это ясно, это совершенно понятно. Ей нужно 40 миллиардов, конечно же, нужно. Нужно, конечно. Я к тому, что просто это пришло вот во время всей этой истории. Ну, да, как говорит Дмитрий Киселев, совпадение... Нет, я говорю... Как говорит Дмитрий Киселев, вы цити... Я боюсь вас спросить, вы цитируете Дмитрия Киселева? Конечно. Это интернет-мем. Нет, во-первых, интернет-мем. Многое, что он говорит, я недавно нашел его объяснение, почему он так делает руками. Ты видел ролик? Ты видел Лева? У него мерзнут руки, он делает массаж. Он говорит, чтобы объяснить все на пальцах. Вот зайду сейчас в каждую интернет-норку и объясню. Да, это старое вообще. Но на самом деле, если говорить... Он говорит о каких-то двух совершенно несвязанных вещах. И соединяет. И говорит, совпадение? Не думаю. Это ваши какие-то... Это помнишь, еще было... Слушайте, это ваше... Казалось бы, при чем здесь Лужков? Это давно... Абсолютно тоже самое. Подождите, это ваши невероятно российские... Я хочу кепку сейчас вспомнить. Ваши невероятно российские вещи, которых мы вообще не знаем. Смотрите, мы знаем про 40 миллиардов, и я хотел бы вернуться к 40 миллиардам, Лева. Ой, я как раз про это и говорю, что... Я не знаю, это совпадение, что они мне сейчас предложили это. Или они это предложили, потому что эти 40 миллиардов, это часть этих договоренностей. А если так, то это, например, возможно, означает, что часть этих договоренностей в том или ином форме чеченский вариант. Вот, что я... Так, я же об этом с тобой говорю, что история с облигациями, это вторая часть моей теории. Первая часть моей теории, это то, что эти 40 миллиардов не просто даются Пушилину и Захарченко, а вкладываются в восстановление и в каком-то смысле в преображение этого региона, понимаешь? Конечно, странно было бы выдать... Так, стоп, вот здесь у меня очень-очень-очень вопрос меня волнующий. Потому что когда Чечня стала той Чечнёй, которая она сейчас есть, то очень много гордых детей гор поехали в нерезиновую. Правда? Да, абсолютно. То есть, исходя из вашей теории, если вот так вот всё красочно сложится и товарищи вкладывают 40 миллиардов долларов в Донбасс, то через 10 лет мне тут ждать гостей с такими же амбициями, как у детей гор в Москве? Каких гостей? Каких гостей, Серёжа? Это граждане Украины. Каких гостей? Мне абсолютно не нравится. А чеченцы не граждане России, конечно. Конечно, граждане России. Ну слушай, ну, конечно, граждане России. А москвичи в восторге просто от этой визы. Не надо упрощать. Ребята, реально, я вам хочу сказать, вы страдаете большой... Сейчас уже мы с Лёвой не можем уйти с этих переговоров из принципа. Конечно, к вас никто и не гонит. Но на самом деле вы переносите механические события в России, которые совершенно другая архитектура, на Украину, где совершенно другая, я не буду говорить ментальность, я не люблю это слово, я не буду говорить культура, поскольку культура, да, действительно другая, но и архитектура, построение государства и взаимоотношений среди общества, она другая. Другая дорога и другой шлях широкий. Но тебе-то это должно быть известно, это тут уже не первый год. Ой, пошли снимки, снимки, активно снимают. Сакен, когда приехал в Украину, он реально просто экстраполировал всё-всё-всё-всё. И у него это была очень простая механика, да? Нет, окей, ну конечно не надо понимать. Ну какая Чечня, какой Донбасс? Хорошо, уберём слово чеченскую, да. Нет, подождите, какие 40 миллиардов в Донбасс? 40 миллиардов в Украину. Да, но в том числе и в Донбасс. А Донбасс получит какую-то часть, возможно, если он будет в Украине. Хорошо, вот как вы приехали. И здесь нет, это не вопрос торга. Типа, вот вы будете в Украине, поэтому... Это, кстати, вопрос в повестке дня, который двигается российской стороной, в частности Лавровым. Вы должны вернуть туда банки, финансирование, а потом будем закрывать вопросы о границе. Либо это цена Донбасса. Либо за это будет платить Россию, у которой полная, простите, жопа с деньгами. Ну не до такой степени, да. Ну пока да, пока не до такой, но она надвигается на вас, вот эти два полушалия прекрасные. Вы уже чувствуете запах, вы упираетесь носом, но надвигается безудержно, да. Да, ну вот это прекрасно. Смотри, вот такая версия чеченского варианта. Я не хочу смотреть, как Донбасс на два полушария. Как я себе это представляю? Что, грубо говоря, выделяются деньги МВФом и европейцами, и прочими. И мы тоже в какой-то форме, хоть палатки опять расставим те же самые, но не на помощь ополченцам, а на восстановление Донбасса. Это точно так же все может работать. Неважно. Это вряд ли возможно. А потому что, как это будет организовано реально, что там остаются Плотницкий и Захарченко и прочие, которые распределяют эти деньги на восстановление Донбасса. Они даже восстановят этот Донбасс, но параллельно станут миллиардами. Вот это, кстати, может быть камень преткновения. Я, кстати, очень сомневаюсь, что там будет Плотницкий, Захарченко и прочие. Или хорошо, или их сожрут, и там будет какой-то другой. Но там, грубо говоря, местный, вот некий представитель условно-сепаратистов, ополченцев, как хотите их называть, будет распределять эти деньги на восстановление Донбасса, как ученский вряд. Вот это все. То есть они, с ними никто говорить не будет Донбасса. Так Лев же тоже говорит, что их могут сменить, ведь именно поэтому Лев, как человек, как выслушай, Лев именно как журналист с экономическим углоном. Я вас спрашиваю, на кого Плотницкий и Захарченко, это как раз уже такой вариант. Во-первых, не Захарченко, он сегодня в Минске. Бородай гражданин Российской Федерации. Это неважно, неважно, как неважно. Да послушай, я просто не правильно говорю, я говорю о том, что вот была одна задача, нужен был Бородай, потом была другая задача, понадобилась Захарченко, будет третья задача, в кавычках, восстановление Донбасса на деньги всего мира. И там будет другой какой-то человек, который будет вылететь с этими деньгами, но он будет не... Там есть условия украинской стороны, выборы по украинскому законодательству, принимать в выборах, понятное дело, ни Захарченко, ни Бородай, господи, Плотницкий, участия не смогут просто, просто не смогут. И приходят на выборы, вот теперь я вас прошу просто озвучить, возможно, варианты кто. Да неважно, Патриарх Кирилл будет баллотироваться в главы ДНР, я не знаю. Именно потому, что Лев экономический журналист... Это не Россия, Патриарх Кирилл не сможет этого делать. Послушай, именно дело, не знаю, не знаю, не знаю. Я знаю, не знаю, не знаю, кто угодно, таких людей много. Ни человек не из команды Порошенко, не из официального Киева. Это будет некий местный, который будет этими деньгами рулить и будет местным таким кучам. А вот вы зря так, вы понимаете, вот я вас возвращаю. Вот с вами очень забавно разговаривать. Вы такие бурундуки для меня, по большому счету. Хорошо. Я вам объясню, почему. Нет, я вам объясню, почему. Нет, с Экэном мы же год назад сидели в этой студии, и реально эта контроверсивность мне всегда нравится. Понимаете, вот смотрите, выдвигается в предводители дворянства, то есть, простите, в Донецкой области господин Звигильский. Ну, например. А вы же даже его не называли. А он же победил на выборах досрочных. Неважно кто, но Бойко, Ахметов, Колесников, давай назовем всех. А давай мы будем реалистами и говорить о том, что Бойко реально сейчас... Окей, Медведчук. Медведчук становится главным человеком, распределителем бабла по востоку. Я не исключаю, если не будет возбуждено уголовное дело. Ну, он же в Киеве... По Звигильскому вопросов, кстати, по уголовным делам в разы меньше. Да, в разы меньше. А Бойко, Медведчук, Ефремов, всех, кого мы называли, это потенциальные уголовники. Ну, вот реально. Что, вам обратно пришлют туда, на Донбасс? Нет, там реально хватает людей, которые могут взять эту ношу. Но вы, ну, зачем-то вы не называете эти фамилии. Вот Звигильский один из них. По Луганской области мы можем там называть Ландики. Понимаешь, есть семья Ландиков, которых забыли, там, помнишь, Рома Луанды? Помню, помню. Да, но у него много родственников. У него есть тот... Ну, Королевская есть, кстати. Королевская нет. Не может быть? Вряд ли. Ну, это просто... Ну, я возвращаю. Ты, кстати, очень интересно повернул этот разговор. Я еще раз один шаг назад по поводу денег. Потому что Лев говорил о деньгах. Потому что, на самом деле, и это тоже очень важно, все-таки первично очень часто бабло. И я думаю, что они в том числе там говорят и про газ, кстати. Спасибо. И про газ они там разговаривают. И про все эти темы, понимаешь? Ты понимаешь, наша разница с тобой, с Акэн и с вами, Лев, о том, что я ничего не утверждаю. Я допускаю. А вы сидите и про газ они, конечно, говорят. Нет, но мы так... Откуда вы знаете про газ они говорят? Они говорят про колумбийский кофе, понимаете? Они говорят про колумбийские наркотики. Ну, слушай, давай тогда пойдем в Лавру здесь недалеко и пусть люди смотрят трансляцию. Ой, кстати, ребята, вы вспомнили, о чем мы говорили. Не ты, не я, не православная. Куда я в какую Лавру это? С ссылкой на Чалову, Мензу. Да. Два часа. Это четыре минуты назад. Значит, у нас один час пятьдесят шесть минут. Давайте чуть-чуть поспим. Смем. Поверим Чалову, поспим два часа. Ну, как вам такое предложение? Ты можешь идти спать. Да. Гриш, это хорошо. Давай тогда мы просто как... Мы просто как... Ну, не знаю, мы не буду я за вами говорить. Я просто хочу выйти... Мы писали, если... Нет, так ты можешь выйти и вернуться. Ты покурить хочешь? Да, я хочу... И пойди покурить. Если Чалов говорит о двух часах, значит, можно, ну, как минимум час немножко отдохнуть. Я возвращаю вас в грубую реальность. Вместе со Львом. Вот вы очень часто... Вам сказали два часа, для вас это два часа. Да нет же, это пять минут. А вдруг... Нет, а сигареты выкуриваются минут за шесть. Это точно знает Лавров. Да Лавров тоже ничего не знает. Да Лавров в одну тягу ее влывает. У Лаврова точно такие же легкие, как и у тебя, понимаешь? Я говорю о том, что, ну, мы же не знаем. Вдруг вот сейчас из-за угла появляется Меркель. Рома. 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 Бен Пишоп. Окей. Так это я Льву объясняю. Ну, как бы, вот появляется Меркель, и мы делаем что? Мы говорим, вы знаете, уважаемые зрители, появилась Меркель, но Сакена Мурзаев пошел покурить. И мне, пожалуйста, это не Ангела Меркель. Он ее двойник появился. Это совсем не Ангела Меркель. Я за всем внимательно свяжу. Это ее дочь, внуки уже все идут. Нет, на самом деле надо разгонять волну. Если Чалый сказал два часа, это главный советник президента по международке. Он час назад говорил про 6-8 часов. Я говорю 5-6 часов. Да, вот. Давайте выведем среднее арифметическое. Вот смотри, у меня есть даже адвокат в Москве. 6 плюс 2 поделить на 2, это будет 4. Итого еще 2 часа. Мы можем, смотрите, у нас есть простой вариант, мы его обсуждаем прямо в прямом эфире, это не важно. Мы можем оставаться на связи со Львом и можем рассматривать контроверсийные ситуации. Может быть, Сережа, интересно, нет? Или мы можем... Контроверсию в каком смысле? Перерыв. Давайте тогда красиво попрощаемся с Львом, потому что у него уже 7 утра, и он, если не будет спать, то просто напишет мне, и мы обсудим в прямом эфире результаты. Хорошо. Спасибо тебе большое. На здоровье, Господи. Спасибо. Я представляю, как он бедный, вежливый мальчик, понимаешь, сидит в Москве. Лев замечательный журналист, мой друг и товарищ. И думает, как вы меня задолбали, я тоже хочу пойти покурить, хотя пытался курить уже в прямом эфире. Спасибо, до связи. Нам с Акэн... Может, ты присядешь, что ты скачешь, как белка в летом? В ледниковом периоде. Да, в ледниковом. А я сейчас на Абум сказал, я вот правда не... Я никогда не так как в ледниковом периоде. Ну, давайте чуть-чуть попрощаемся ненадолго. Мы не попрощаемся. Мы остаемся в студии, мы следим за событиями в Минске, смотрим, как передвигаются люди в серых костюмах, говорят по мобильному телефону.